Арктик ТВ Астрологу надо от вас получить дату, точное время до минут рождения и места, где вы появились на свет. Также вопросы можно размещать в группе «Астрологический центр», которая находится ВКонтакте. Здесь есть специальный раздел «Вопросы астрологу». Вот вопрос пришел, и мы постараемся на него ответить. Напоминаю, что сегодня у нас присутствует информационный партнер в нашей программе. Это детская игровая комната «Сказочный лес». Хотите провести день рождения ребенка незабываемо и без хлопот? Доверьте это мероприятие комнате «Сказочный лес». Аренда банкетного и игрового залов, организация под ключ, шоу, программы, аниматоры, фотосъемка. Аквагрим, красочное оформление. Подарите своему ребенку самый лучший праздник. В будние дни скидка 50% на свободное посещение с 11 до 16 часов. Мурманск, улица Полярные Зори, дом 62 напротив кинотеатра Мурманск. Третий этаж, торговый центр «Алина». 8-951-295-3549. Телефон 8-951-295-3549. Ну, а у нас сегодня гость. Знакомьтесь. Знакомьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Алекса. Я преподаватель по восточным танцам из Турции, города Стамбула. Временно преподаю в городе Мурманске. Сегодня мы встретимся в программе «Знаки». Алекса у нас уже в гостях. Добрый вечер. Здравствуйте. Алекса, а как вот сложилась ваша судьба, что вы занялись восточными танцами? Ну, на самом деле, я не особо планировала раньше. Я занималась этим с детства, но не планировала заняться этим профессионально. Сейчас все само собой сложилось. Именно в Турции, в городе Стамбул. И началось все с надежды за церковность нашего фотографа из города Мурманска. Я попала к ней на съемки. И я благодаря ей увидела себя другой. Я похудела на 24 килограмма. Я так сложилась, что сложилась как цепочкой. Я попала к тренеру тоже, Виктору Явкову. И похудела у него 24 килограмма. Затем начала заниматься танцами. Поступила на международное тренерство, переехала в город Стамбул. И там я встретила, познакомилась с очень известными фотографами. Один из них был, это Юкси Алюзен. Вот сейчас об этом мы поговорим. А у нас сейчас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло, у нас звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Хотелось бы узнать свой городской. Как вас зовут? Инга. Инга. Дата вашего рождения? Тридцатая, девятая. Восемьдесят пятый год. Восемьдесят пятый. Время знаете рождение? Время где-то в 20 минут 10 утра или в половину 10 утра. 0,9, 25. А где вы родились? В Мурманске. В Мурманске. Сейчас мы поставим наш любимый город. Мурманске. Так, проверяем. 30 сентября 85 года, понедельник 9, 25. Вот ваш городскоп. Вот так он выглядит. Вы сразу после полнолуния родились. У вас вот солнце в восьмом градусе весов, а луна у вас в овне. Луна в овне – это всегда эмоциональный всплеск. Вот показан очень большой у человека. Вот такие вот вещи здесь показаны. И шестнадцатый год здесь достаточно напряженный и с личными тут переживаниями связан очень сильно. Но сейчас эти личные переживания должны уйти, тяжелые, и как-то все вот разрулиться. А вот скажите, пожалуйста, вы замужем? Замужем, да. Ну вот, может быть, с мужем сложности были, но они пройдут. Ну, некоторые были. Так что вот так. Впереди времена хорошие. Вот этот год. Впереди времена хорошие, очень интересные. И полны любви. И, скажем так, личного счастья. Если вы хотите завести ребенка, надо об этом деле очень хорошо подумать. Что вы говорите? У меня их четверо достаточно. Кто его знает? Показатели шикарные. Мне вот интересуют дела с недвижимостью. У меня будут, потому что мы запланировали. Тут ведь непонятно нам, что с недвижимостью. По недвижимости плохие дела в прошлом году. Вот так вот показано. В этом году таких плохих дел нет. Да. И еще вот у меня в мыслях поменять работу в плане вообще уйти на другую профессию. Я вот сомневаюсь. А кто вы по профессии? Да, я в магазине работаю с уфиром. А сейчас хочу более как-то в государственную работу уйти. Ну, есть показатели. Уйдете в эту работу. Но у меня такие показатели на любовь впереди, что вот я даже не знаю, чем эта работа у вас закончится. Но то, что вы хотите поменять, вы поменяете. И то, что улучшение показано, это показано. И то, что счастье какое-то, это тоже все впереди. У меня ребенок с мальчиком болеет, что с инвалидностью. Ну, это я не могу сказать. Это ребенка надо смотреть. Я так вот не разберусь тут. Впереди хорошие показатели. По работе тогда, вот, например, вот то время, которое вот в ближайший год, оно нормальное, оно позитивное очень. В плане финансов тоже нормально будет? Ну, не знаю. Не знаю. Как, знаете, один человек сказал, денег нет, но вы держитесь. Ну, по крайней мере, все в таком состоянии находимся. И, не знаю, ответить сложно. Это, на самом деле, все анализируется очень долго. Это такой вот, знаете, телевизионный вариант для вас. Так что, удачи вам, всего доброго. Спасибо большое. И счастья вам большое. Мы возвращаемся к Алексе. Алексе, вы рассказали про фотографа. Вот, что там за фотографа, что случилось? Очень известный фотограф в Стамбуле, он, когда мы с ним познакомились, он мне предложил съемки для своих коллекций. И впоследствии меня приняли к себе другие фотографы. Затем я познакомилась через него же с Еленой Пашковой, известной танцовщицей в городе Стамбуле, с очень многими актерами, связанными с сериалами. Я успела сняться в клипе, в местности, где снимали «Великолепный век». Я познакомилась с актерами, артистами с этого сериала. И таким образом у меня сложилось, что я даже не планировала заниматься профессионально танцами, но я танцевала с детства. И, возможно, я даже подавляла в себе это, потому что именно в Турции у меня это все раскрылось. Я встретила Елену Пашкову, и у нас начались мастер-классы, начались выезды по мероприятиям, свадьбам, обрезания мальчиков. И я стала тренировать в школе восточных танцев. Это находится на таксиме, пока не начались взрывы, теракт 2016 года. Ну, об этом мы поговорим позже. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, вам делаем гороскоп? Нет, можно двум сыновьям сделать. Можно. Как вашего сына зовут? Старшего у меня Андрей. Дата рождения Андрея? 14.07.96. 1996. Время рождения? 13.05. 15.05. 13. 13.13. 13.13. 13.05. Где он родился? Кола. В Коле? Да. Так, сейчас. Кола. Не получился. Мурманск остался. Сейчас я передвину одну секундочку. Кола. Так, выполняем. 14.07.96 года. Воскресенье 13.05. Кола. Двойной рак. Вот смотрите. И солнце, и луна в раке. Это повышенная чувствительность, капризность, повышенная. Ну вот, уход вглубь, зависимость от мамы. Показано влияние мамы очень большое. Здесь психологизм очень большой. Такой вот. Чем он занимается? Ну, на данный момент сейчас в армии он закончил. На программиста выучился. На программиста. И просто я хочу, чтобы он в армии остался. Ну, как бы, ну, жизнь связал с армией. А он не хочет. Ну, понимаете, у него гороскоп очень мягкого, такого приятного человека. Обычно это не в армиях такие люди. В армиях люди жесткие. И, как бы, он мягкий и очень чувствительный. Показано. И у него гороскоп такого психолога, понимаете. Ковыряющийся в себе, ковыряющийся в других людях. Вот так вот. И в ближайшее время вот закрывается вот эта нервная стряска, которая у него была там в армии. И начинается другой этап в жизни. Но он показан, что человек будет признанным по жизни. Будет известным каким-то. Будет чем-то руководить. Что-то возглавлять будет. И жизнь его постоянно будет иметь огромное напряжение. И огромную ответственность. Вот так. Я не думаю, это вот этот, как вы сказали, ну, технарь какой-то. Не знаю, у меня гуманитарный гороскоп. Но это у меня. Я могу и ошибаться. А вот у меня еще один сыночек есть. Как его зовут? Алексей. Алексей. Дата рождения? 14. 0,4. 2006. Время рождения? 12.45. Как-то у вас все в полдень. Да. Где? В Коле? Ну, как бы роддом в Мурманске. Нет. Где? В Коле? А? Если роддом в Мурманске, значит, в Мурманске родился. Где на свет появился человек? Вот это военный. Вот он. Да? Да. Да. Вот это военный. Смотрите, в Овне солнце, в Овне профессия. Овен профессия – это профессия с оружием или с чем-то. Марс тут такой, знаете, напряженный напротив Плутона. Спорт, война. Там, что хотите. Луна в Скорпионе готов к конфликтам. Там вот, да. Вау, вообще так не сказать про него. Вот такой он боевой. Драки показаны. Нет, он у меня такой пухленький. Подождите. И все еще впереди. Показатели очень хорошие на карьеру, на службу, на возможности. Очень большие. Родился он практически в полнолунии. Эмоций много. Луна в Скорпионе, переживательность очень высокая. И солнце. Видите, солнце в 10-м доме – это достижение. Я думаю, что-то с защитой Родины тут связано. Но надо пожить, посмотреть, когда еще оно будет. Так что вот здесь вот такие вещи. Спасибо большое. Удачи вам, всего доброго, до свидания. Мы возвращаемся к Алексею. Мы говорили про Стамбул. А вообще Стамбул – хороший город. Да, он очень красочный, очень много талантливых людей там. Очень гостеприимный, жизнерадостный город. И он очень эмоциональный сам по себе. Вот Стамбул, вот жители города, они… Они руками махают. Да, да. Они более такие, как живые, что ли, такие горячие люди. А на севере они немножко такие малоэмоциональные, спокойные. Так а Мурманск вам нравится? Ну, климат нет вообще. Очень люблю Мурманск из-за друзей. Очень много хороших людей здесь встретила. Очень помогли мне вообще в моей жизни, в карьере, во всем. И, конечно, из-за этого не хочется уезжать отсюда, но возвращаться мне нужно в Стамбул. Там больше возможностей по карьере. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Вам делаем, Екатерина? Да, мне. Екатерина, дата рождения ваша? 28-й, но 1-ая, 78-й. Время? 12 ночи. Даже не знали, поставили 12 ночи. И не знали, где это. Голос подвал 12. 0,1 минуту поставим, потому что, чтобы мы 28-го оказались, января, 1 минуту. А где вы родились? Я родилась в Архангельской области, городской Онега. Онега. Да, Онега. Онега. Вот есть Онега Архангельской. Только надо нам тут все перевести в систему домов, так называемых, астрологических, чтобы оказаться в Онеге. Вот, 28-го января, 78-го, суббота, 1 минута, Онега. Вот ваш гороскоп. У вас, видите, Плутон на восходе. Плутон на восходе и Марс в Зените. Вы что, вот как бы тянете какую-то организацию? Вы начальник? Ну, уже пока нет. Уже нет. Уже нет, потому что вы... Да, я пока без работы. Вы какой-то начальник, показанный. И здесь в любом случае вы тянуть будете огромную организацию на себе. Огромнейшую просто. Ну, я с отец, в принципе, так и работала. Вот так. И, понимаете, минус тут в чем? Как бы на вас все повесят, и вы будете вот это исполнять. Либо вы придумаете себе самостоятельно работу, самостоятельно себя загрузите. Самозанятость, так называемая. Тоже можно рассмотреть такой вариант. Скажите, как там по здоровью и семья? По здоровью? Не знаю. Я же не доктор. Я могу только предполагать что-нибудь. Вот, например, там пораженность какая-то. Это вот я бы сказал, что все ваши нервные переживания отражаются на системе пищеварения. И я бы сказал, берегите желудок, потому что он сейчас будет в очень тяжелом состоянии. Ну, вот так. Но это не анализы. Это вот то, что... Да, да, я поняла. Что здесь показано. То есть эмоциональное состояние самое главное вам. Вы впечатлительный человек, и вам надо беречь его. А семейная жизнь? Семейная жизнь. Если вы не замужем, то впереди, через года полтора, показана, ну, какая-то очень большая любовь. И вы просто в это счастье как бы провалитесь с головой. И года через два-три, возможно, вы переедете отсюда. Возможно, уже с другим человеком. Ну, вот так вот мне не получается. А дети у меня есть, еще будут дети? Но вот в это время есть показатель. То есть есть желание, пожалуйста. У вас Венера, понимаете, у вас Венера с Солнцем в соединении. Венера – это богиня красоты, а Солнце – это наше Я. И вы одна не останетесь, ну, по-любому здесь. Просто вы человек сильный. А кто же хочет сильного человека, чтобы вы его толкали вперед? Может, человек хочет на диване лежать. А не то, чтобы вы его пинали вечно. Поэтому осторожнее в этом плане. Так что удачи вам, всего доброго. А я, пожалуйста, секундочку, хотела про свои детей. Вот у меня два сына, вот я тоже. Их тоже надо, можно отказать? Вы позвоните в следующую среду, пожалуйста. Мы ответим на все вопросы. Всего доброго, до свидания. А мы с Алексой про Стамбул разговариваем. А вот если сравнивать наши столицы, например, и столицу Турции, вот в чем отличие по возможностям? Ну, столица Турции вообще Анкара. А, ну, как бы большой. А Стамбул, ну, я, вот если честно, считаю и Стамбул как столицу Турции. Настолько он, как он очень богатый мечетями. И настолько у него история богатая, что я бы на месте турков именовала бы Стамбул именно на столице. И нахожусь я там сейчас вот благодаря тому, что я хорошо знаю язык и моя родная стихия там. Понятно, у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ага. Посмотрите, пожалуйста, гороскоп Андрей. А кем вам Андрей приходится? Сыном. Сын, ваш сын. Дата рождения? 17 августа. 90-й год. Угу. 17.05. 17.05. Где Андрей родился? Мурманск. Так, Мурманск сейчас построим. Мурманск. Так, единственное тут опять перестановочка небольшая в программе. Так, проверяем. Андрей. 17 августа 90-го года. Пятница. 17.05. Мурманск. Вот его гороскоп. Солнце у него во льве. Яркий, заметный, а луна в раке капризный и чувствительный. Вот так, два элемента выражено. Иногда, ну, как бы вспыльчивость, иногда наоборот, как бы лень. Вот так вот, даже не знаю, как тут что связать. Чем Андрей занимается? Работает инженер. Инженер. А что вас интересует по Андрею? А меня интересуют ближайшие перемены в его жизни. И как бы по работе и в личном плане. По работе и в личном плане. Ему полных 26. Так. У нас получается 26. Значит, 26. Это будет 14. 15, 25, 26. Ну, я вот так однозначно тут затрудняюсь сказать, потому что на 28 там вот в этом районе где-то брак и дети показаны. И дальше, вот там и 29 лет нормальный период по личным. Ну, вот впереди они показаны. Я зацепиться вам точно не могу. Но ближе к 30 тут все решится позитивно. Показано. А по работе ближайшие перемены? Не знаю. Перемены были трудные вот до недавнего времени. Вот еще один год остался. Один год. Года полтора, может, тяжести какой-то, вот которая навалилась на него. И последние года 3-4 вот эту тяжесть он ощущал. Вот сейчас последние остатки. Они уйдут, и будет человек полегче. А так как, в принципе, перемен нету, потому что у нас как-то еще... Ну, перемен вот таких, которые объявляются, вот все, там, переворот жизни нету. Переворот жизни может быть связан с работой или с уровнем дохода, с огромной покупкой, которая может быть года через полтора. Вот так вот. Огромных таких перемены закончились. Они чуть раньше были. Вот они там все поменяли. Сейчас такого, ну, как бы глобального заметить сложно. Да и я сейчас, наверное, в этой картине не замечу. У насто жительство тоже нестабильное остается? Я не знаю. Пока трудности. Пока трудности в этом году еще трудности. Дальше они расходятся. Так что, удачи, всего доброго. У нас еще один вопрос остался из интернета. Нас спрашивает, спрашивает нас Анастасия для Елены. И вот, для нее сейчас настал тяжелый период, трудности одни за одним. Также они благополучно складываются финансами. Она хочет, она очень переживает из-за всего этого и хочет знать, что еще и ожидать в ближайший год-два и когда наступит просвет. И дальше вот приводятся различные, ну, как бы данные, связанные с рождением. И вот мы гороскоп Елены открываем, что мы тут наблюдаем. Солнце в Раке, Луна в Ольве. Ну, вы знаете, вот глядя бегло даже вот на эту карту, я вот не могу понять, в чем причина вот этих сложностей. Например, в 2016 году могли быть сложности, но в 2017 я их, ну, вот так вот откровенно не обнаруживаю. Я даже не знаю, в чем причины. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время все должно улучшиться, если это вот астрологии касается и если карта правильно составлена. Наоборот, возможности хорошие показаны, и все здесь должно выйти на позитив в ближайшее время. Ну, по крайней мере, вот в этом году так точно. Так что вот такой ответ. Олегса, ну, а глядя на ваш гороскоп, хочется сказать, что у вас впереди вот невообразимый кульбит такой очень интересный. И очередной, можно сказать, но он позитивный. И все самое лучшее, которое в вашей карте показано, начинается со второй половины этого года. Но если вы собираетесь уезжать, уезжайте. Уезжайте к лету, по крайней мере. И погода там, наверное, лучше, чем... Да, конечно. И я вообще планировала с вице-президентом Международной Федерации Восточных Танцев города Москвы организовать в Мурманске конкурс с Лалой Абдулаевой. Но я передумала только из-за того, что хочу вернуться в Стамбул. Но ничего. Когда будете в Стамбуле, поживете там, захочется в Мурманск, и организуете здесь этот конкурс обязательно. Организационные у вас позиции хорошие, а также у вас замечательное время. У вас Юпитер возвращается на свое место, и там все у вас будет замечательно. Кстати, как по-турецки «до свидания»? Ну вот на этой ноте мы заканчиваем. Но у нас есть небольшое объявление, уважаемые телезрители, для вас. У нас сегодня информационный партнер был детская игровая комната «Сказочный лес». Думаете, как разнообразить досуг ребенка? Маме нужно сходить по делам, или просто хочется отдохнуть с друзьями в кафе или в кино. Детская игровая комната «Сказочный лес» к вашим услугам. Лабиринт. Двухэтажный комплекс со всевозможными лазейками и препятствиями. Горкой и сухим бассейном. Игровой замок. Качели и горки. Множество игрушек. Творческие мастер-классы. Занятия гимнастикой, робикой, ритмопластикой. Веселые развлекательные праздники. Дети играют. Родители отдыхают. В будние дни скидка 50% на свободное посещение с 11 до 16. Мурманск, улица Полярная и Зори, дом 62. Напротив кинотеатра «Мурманск», третий этаж торгового центра «Алина». Телефон 8 951 295 35 49. 8 951 295 35 49. Да я и сам своего ребенка туда вожу. Уважаемые телезрители, на этом наша программа заканчивается. Если хотите быть нашим гостем или нашим информационным партнером, звоните мне, пишите и смотрите нас каждую среду в прямом очереди. До свидания.